Всем привет! В этот замечательный погожий днёк решил рассказать о своем новом плавсредстве это Пакрафт от компании Тайм Триал Пакрафт называется Спутник Изи Для начала на двух словах скажу, чем вообще Пакрафты отличаются от более привычных нам лодок если не вдаваться в технические подробности, скажем просто, в Пакрафте все заточено под малый объем транспортировочный и малый вес ну и современные Пакрафты делаются не из ПВХ ткани, а из ТПУ так называемого ну давайте познакомимся с ним поближе В комплекте у нас такое вот весло, пока взял достаточно простое, алюминиевое весло весла неплохие, лопасть такой приятный, даже прочная морозоустойчивая пластмасса должно быть весьма надежным такая компактная надувная сидушка очень такая плотная, удобная сидушка мне она понравилась чуть позже покажем, поближе её так, заплатки взял для того, чтобы нагляднее показать отличия в ТПУ ткани из неё сделан, в данном случае каркас нашей лодки и ткани ПВХ из ПВХ здесь сделано дно ПВХ плотностью, если не ошибаюсь, 650 грамм на квадратный метр в ТПУ плотность имеет значительно меньше, около 350 грамм на метр в квадратный так, ну это позже ну, давайте посмотрим саму лодку лодку можно, конечно, сложить не покомпактней, чем я сложил сейчас сейчас я складываю её уже, так, на скорую руку со второго дубля снимаю раз, камера для двух включить такая вот лодочка ну вот, то есть транспортировочная форма у неё примерно вот такая вот но можно сложить меньше пока вот так это вот просто я её сложил буквально за секунду там не заморачиваюсь особо в штатной комплектации вот этот штуцер отсутствует но здесь он есть поставили по моей просьбе на мой взгляд штука нужная ну, хотя бы для того, чтобы подкачать нашу лодку безопасно подкачать нашу лодку находясь на воде уж потому что бывает из-за изменения температуры возду сжимается внутри баллона и лодка становится уже не такой плотно сбитой немножко начинается просадочка такая неприятная тут можно его спокойненько открыть чуть-чуть подкачать и закрыть не рискуя при этом травить весь воздух баллона да потому что ну я бы не рискнул через этот клапан клапан такой как бы если мы его открыли у нас воздух сразу начинает очень-очень быстро оттуда выходить вот ну это особенность покрасок ничего не падает слоста монобаллонная то есть баллон всего один но при желании думал, ребята из этой компании могут сделать вам не два баллона такие покраски тоже есть эта модель все-таки больше на максимальное облегчение заточено немножко даже ущерб получается безопасность тут уж каждый убирает сам что ему важнее покраски чаще всего комплектуются вот такими насосами-мышками так называемыми тут он сделан очень удобно у нас такая вот провизиненная вставочка с отверстием очень удобно накачивать до этого был покрас в том году пользовался покраском от компании Слав там насос был менее удачный постоянно вылетал то есть неудобно было накачивать насос вылетает приходится все делать заново как бы геморройно проще было порой непосредственно легкими накачивать тут такой проблем нет к тому же здесь у нас такой каркасик с палочкой тоже очень удобно воздух захватывать вот так тут происходит довольно необычно на самом деле это выглядит наверное но на самом деле довольно удобно практично и насос ничего не весит к тому же его можно использовать в конце концов как мешок не как гермонешок конечно но так не стоит седушка накачивается точно так же довольно быстро все это происходит такой же скутер седушка будет очень плотно и высокая но подкачивать до конца и лучше водки уже иначе она тяжело будет там вставать и Светушка накачивается До звона буквально за 6-7 стухов Готово, сейчас чуть-чуть подкачаем Остынет сначала Вот так вот наша лодочка и выглядит Кстати довольно интересный цвет Такой позитивный Особенно на фоне всего вот этого Вот Такой цвет приятный, я бы сказал Кто раздумывает, есть смысл Подумать именно о лодке Желтого цвета Даже если берем для рыбалки, я вас уверяю Рыба этого цвета бояться Не будет, единственное, что у вас будет тоже видно Издалека Для кого-то это плюс, для кого-то минус А вообще от себя лично хотел бы Поблагодарить Ребят из Компании Тайм Триал Потому что они Адекватно выслушали все мои просьбы Пожелания Пожелания, которые были Озвучены в процессе Заказа этой лодки Я заказал штуцер Я попросил Сюда вот наклеить Эти петли Для крепления Вот этого Держателя весла Так называемого Попозже покажу, как им пользуюсь Вот Ну, в принципе, заказ сделали быстро Оперативно Цена тоже, в принципе, адекватная Такой покрафт у них стоит Что-то около 18 тысяч В полный комплект Ну и без весла, правда Весло отдельно, конечно же Вот цена адекватная Скажу сразу, потому что аналоги стоят дороже, как правило Даже аналоги российского производства Я уж молчу Об оригинальных лодках-альпаках С которых все началось Альпака Это такая компания Прародитель Покрафтов Вот там ценник космический За Среднюю лодочку Пусть что-то около Тысячи долларов И выше Вот А здесь всего-то каких-то 300 баксов И она Паша Ну, цена оказалась Кажется для многих, конечно, тоже такой Ну, не маленькой Но, ребят ТПУ Сам по себе дороже И Процесс изготовления лодок Из него Дороже Ну и такая мелкая Серийность Тоже играет роль Потому что Все-таки продукт Достаточно специализированный И Скажем так Спост на них пока еще Не столь велик Как на лодке обычные Ну, что ж Выплываем На рыбалочку Сейчас мы Вот тем вкусным камышам Поплывем Там, где мы Завортуемся И попробуем Порыбачить Камышовое мелководье В плане Рыбы достаточно Интересно Можем быть Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Малютка Но зимой Даже такое радость Зимой Над спиннинг Удобно встал Спиной к ветру. Если бы сейчас был на берегу, ветер был прямо в лицо. Это бы холодно. А вот так вполне комфортно. Прям очень даже приятненько. Почти как летом. Хотя на улице сейчас где-то минус 10-12. Довольно холодно. То есть сейчас даже не вот теперь. Ну ничего так. Рыбачим потихоньку. Получаем удовольствие. Поклевывают окуньки пока небольшие. Сейчас вот только судачок один проводил. Прям до лодки. Такой грамм на 200. Прикольно. Прикольно. Вода чистая. Все видно. Глубина вот метра полтора подо мной. Но просматривается. Летом тут совсем муть. Вода горячая. Трава всякая растет. Планктон. Прозрак зачастую около нулевой. И вода такая прям как парное молоко. Неприятно. Зимой более-менее. Кольца мерзает. Красота. Кайф. Вот зимой ванваре вот так рыбачить. Даже вот такого. Таких кольков ловить. Это вот такой кайф, ребята. Еще и с лодки. Аааа. Сказка. Когда я рассказываю о Покрафтах кому-либо, зачастую у моих слушателей возникают сомнения по поводу его прочности. И действительно, в Покрафтах используется намного более легкая и тонкая ткань, чем в ПВХ-лодках. Ну, в данном случае это 270 грамм на метр, сравнившую плотность. При том, что лодки классические имеют плотность вплоть до 1000-1300 грамм на метр. Конечно, казалось бы, это намного-намного меньше. Но, как показывает моя практика, а Покрафтами я пользуюсь лет, наверное, 5. Причем, на Покрафтах проходил и горные реки с таким довольно жестким каменистым дном. Проходил и за коряжные какие-то участки, да. Просто там в коряжках где-то плавал, рыбачил. И за всю мою практику ни разу не было какого-либо критичного повреждения Покрафта. Хотя, не сказать, что я с ними прям обращался очень аккуратно. Буквально, наверное, несколько раз я пробил дно чуть-чуть. Ну, и, наверное, был один маленький-маленький прокольчик на Покрафте. И то Покрафт, тот был. Это один из моих самых первых Покрафтов. Вот. И он был сделан не из ТПУ, как более продвинутые Покрафты, а из просто очень легкого ПВХ. То есть, с ПВХ очень низкой плотностью. Так что, в принципе, я думаю, бояться этого не стоит. Ну, конечно, в разумных пределах Покрафт выдерживает нагрузки какие-то на раздир, да, на прокол намного лучше, чем, допустим, ПВХ даже там вдвое большей плотности. Я уж не говорю, если сравнивать там, допустим, ТПУ и ПВХ одинаковой плотности. Конечно, ТПУ будет намного прочнее. Разъяснило под вечер. И ветер совсем стих. Но, правда, и подмораживает. Но все равно кайф. Так вот рыбачить без ветра. Очень приятно. Никакой якорь не нужен. Стоишь, как вкопанный. Вообще, рыбачить очень удобно с таких лодок. Единственное, что, наверное, при твичинге каких-то тяжелых упористых приманок могут возникать проблемы, потому что мы будем с собой лодку тащить. А так, ну, очень комфортно. Я вот сейчас даже вот такой вот коленно-локтевой позе провел весь день. Ну, практически весь световой декабрьский денек лодки. И совершенно не устал. Я бы больше устал, если бы просто по берегу ходил. Тем более берег тут местами, ну, не очень комфортно. Камыши. Можно и воды начерпать. Грязные избыж. Так все-таки приятнее. Ну, и так как-то больше. Такая рыбалка более полная. Воспоминания о лете навевает. Ну, надо же, даже здесь в городском озере ловятся сети. Вот мог бы блесну оторвать из-за этой поганой сети. А блесна стоит чуть не 400 рублей. Смотрите, какие ракушки-то огромные. Ох, я бы такие зажарил, конечно. Ну, ладно, придется здесь оставить вреда от него особо же никакого нет. На берег эту грязь зимой тащить не вариант. Еще одна старая сеть. Да уж. Ну, как так-то? Каким утырком надо быть, чтобы в городе ставить сети? Даже здесь. Собакам, похоже, тоже моя волчка понравилась. Ну, давайте вам напоследок покажу сами, так сказать, подростки коней. У нас классическая ПВК-шка. Она вот тоже даже такая на морозе немножко подзадубела. более жесткая стала. Ну, такая она. Ну, обычная ПВК-разума, что-то ПВК-шка знают все. А вот это у нас уже это ПВК-шка. Он гораздо мягче. Видите, мороз на него никак не повлиял. По ощущениям что-то между полиэтиленом и мягким пластиком. Это вот интересный интересный материал. Очень легкий. Он тоньше, конечно, чем ПВК-шка. Но очень и очень и очень вот у нас золотого цвета. черного цвета. То же самое. Естественно, чем это лучше? По-моему, и прочего, тем, что КПУ там намного проще на морозе сложить. Компактно. Естественно, когда полуставок изглубеет, она и так-то большая, объемная в плане транспортировки. А если она еще изглубеет, к тому же на морозе, то это вообще нереально сложить как-то более-менее компактно. Соответственно, ткани ТПУ этого недостатка полностью лишена. Такой немаловажный фактор. Отлично порыбачил. На лодке походил. Давайте сейчас маленько осмотрим ее саму конструкцию. корма. Такая различная корма классическая для таких спортивных покрасов. Повышает кульсовую устойчивость. Ну и спиной на нее опираться довольно удобно, когда мы сидим на сидушке. Качество исполнения каких-либо претензий у меня нет. Все сделано очень аккуратно. Все швы все выглядит максимально надежно. Это у нас клеено дно из ПВХ. Клеено новому году облегчение по самому минимальному периметру с минимальным заходом дна на баллоны у классического спутника дно заходит на баллон гораздо-гораздо дальше. это повышает защиту, но и вес увеличивается значительно. Со стороны дна также каких-либо претензий к качеству исполнения нет. Все отлично. походных условиях на снегу удалось сложить сложить в такую совершенно минималистичную сверточку. Он спокойно помещается в рюкзак и сюда еще можно положить таких четыре лодки постараться. Ну а если у вас будут какие-то дополнительные вопросы по покрафтам и по их применению можете писать мне ВКонтакте или пишите сразу ребятам из тайм-триала Думаю тоже не откажет по своему опыту люди работают там весьма отзывчивые ну и так сказать в теме Конечно у всех покрафтов есть и свои плюсы и свои минусы в сравнении с обычными полохороводками но для меня как заядового путешественника и искателя приключений покрафт дарит просто огромные возможности в плане свободы передвижения и на самом деле она того стоит так что если вы часто путешествуете на своих двоих велосипеде даже на мотоцикле вам стоит задуматься о приобретении такой замечательной штуки она способна значительно расширить географию ваших приключений всем спасибо за внимание всем пока